Всем привет! Сегодня я историю подписчица записываю, зачитываю ее потом, будем разбирать. Давайте в комментарии начнем. Здравствуйте, Галина! Очень жду разбора моей истории в блоге, если вам она покажется интересной. Вы классный психолог, попадаете всегда в точку, даже не знаешь, с чего начать. В общем, я в отношениях с турком уже 4,5 месяца. При первой встрече он на полном серьезе сказал, не показывая мне свою предыдущую жизнь, мужчин. Я не хочу ничего из этого знать. Вот и прекрасно подумала я, ибо за плечами у меня есть бывший муж, пара неудачных отношений и куча назойливых ухажеров, с которыми по факту ничего и не было-то. Но турку этого, конечно, не докажешь. Но на первом свидании я думала, что он шутит, ну просто отмахнулась. Я совершенно не воспринимала его всерьез. У меня было ужасное настроение из-за ссоры с подругой. Изначально мы не понравились друг другу вообще. Но я выпила, чтобы расслабиться, и тут заговорила моя душа, обиды, и нашла себе в кавычках уши. Я не была пьяна, я все четко понимала, но он должен был уехать вскоре на родину. Так как его работа в моей стране завершилась, я думала, что вижу его в последний раз. То есть на уши общение не продлится. В общем, в какой-то момент я поймала себя на мысли, что он идеально понимает меня. И мне симпатизировал его ум. Я люблю умных людей. После стольких лет разочарования, вот он, умный, серьезный, не прилипала, немножко даже высокомерный. Я не знаю как, но в этот день мы общались до утра, и уже утро закончилось на кухне у него дома. Он просто молча слушал меня все это время. Потом я уснула на пару часов, проснувшись, уехала на работу. Он приготовил мне завтрак, ухаживал, просил приехать после работы, и я приехала. В общем, у нас закрутились отношения, и вскоре я переехала к нему. Я хотела съехать пару раз под любым предлогом, боялась влюбиться, но было, видимо, поздно. Да и он не отпускал, умолял остаться. Я была в шоке от себя самой, что вот так все сразу. Раньше я даже представить себе такого не могла, но мне безумно все нравилось. Я думала, что будь что будет. Мы каждый день говорили о том, что будет, когда он уедет. Он много думал, стал безумно ревновать меня, устраивать какие-то скандалы, искать в телефоне каких-то мужчин. Один раз даже ударил по лицу за сообщение от ухажеров, которые я игнорировала, но не отпускал. Я собирала чемоданы пару раз, говорила, что уйду, но он находил за что зацепиться. Довести до слез, чтобы я осталась. Так, я сейчас немножко буду останавливаться, да, потому что письмо тут у нас длинное. Ну, во-первых, начались типичные невротические отношения, мы друг другу очень не понравились. Но такая любовь пошла, когда любовь, любви не понравились, не начинается. Это невротическая история, да. Плюс, все было не так, как я обычно привыкла. И вы нашли себе какого-то, ну, отчасти я еще дальше историю не читаю, да. Какого-то тирана, который мог ударить за какую-то там переписку, то есть крайне ревнивого странного мужчину. Я имею в виду, я сейчас отметила вот эти звоночки, на которые надо было обращать внимание. И я его полюбила, и я не могла ему противостоять. Я собирала чемоданы пару раз, говорила, что уйду, но он находил за что зацепиться, довести до слез, чтобы я осталась. Да и я его полюбила, и не могла противостоять ему. Вот вы полюбили человека, которому сначала не нравился, и который вас по лицу бьет. Ну, что это за любовь-то, вы мне объясните. Это равно, я люблю, когда меня бьют, когда меня останавливают. Я люблю вот такую перчинку и такое вот садамазы, когда надо мной издеваются, да. Я никогда не предам человека, если я с ним. Но я как-то прожила уже 27 лет и без него, и люди будут находиться, даже если заблокируют. Я удалила все свои соцсети, стала одеваться как монашка по сторонам, боюсь даже оглядываться. Вдруг мужчина посмотрит, скажет, глазки я им устрою. Я, конечно, мусульманка, но без фанатизма. У меня современная семья. Ну ладно, приняла я все его задвиги. Я могу даже не продолжать, и мне кажется, это типичные отношения с каким-то тираном. Вот, это нездоровые отношения, когда там вас бьют, принимают и так далее. Вы нашли то, что искали. Через месяц он улетел. Меня заставил бросить работу, поехать к родителям. Сказал, жди меня там. Общение у нас 24 на 7. Ревность безумная. Один раз накосячил и он сам. Он намеренно начал общаться с одной девушкой, сказал, что устал и хотел, если все сложится, с ней бросить меня. Но не смог. Якобы не то. То есть, понимаете, мужчина уже изначально думает с вами расставаться. Просто ему пассия, ну, немножко не подошла. Ошибся он с выбором. Но в следующий раз, если попадется другая, я соглашусь, выходит так. Клялся, что такого больше не будет. Я ждала полтора месяца, в итоге прилетел. Но уже в другой город, ибо тут была возможность работать. Я тоже приехала к нему сюда. Начались проблемы у нас с деньгами. Около двух месяцев он не работал. Его подвели люди. Я помогала, как могла. Где-то он, где-то я находили деньги, лишь бы быть вместе. Все было хорошо, если не брать в расчет пару скандалов на почве ревности. В один момент он сказал, что уедет, а меня заберет позже. Как наладит там все уже на месте с работы и снимет жилье. Что не может он здесь находиться и ждать тут чего-то. Может, это эгоизм, но я сказала, что если он уедет, то это все, конец. Что я скажу родителям и вообще, что я буду делать тут одна. Я ждала один раз. И что в итоге? Одни разборки и недоверие. Так, здесь останавливаемся. Потому что сказали, у нас было все замечательно. Парочка, тройка скандалов по ревности. А все было у нас хорошо. Сейчас вы пишете. Одни разборки и недоверие. Понимаете, вы хотите оправдать свои отношения. И вы знаете, мозг свой, скажем так, включаете, понимаете, оцениваете. Вот такие слова пишете. Но в силу невротических отношений вам это в кайф. Это то, что вы хотели. Вы страдаете, у вас эмоции, они вас это и притягивают. Огонек такой в отношениях. Такая сильная любовь через боль. И это затуманивает ваш рассудок. И немножко вы рассуждаете вот таким вот образом. Клялся, что заберет меня во что бы то ни стало. И как можно скорее. Но недавно я вышла на работу. Он тоже начал немного подрабатывать. Дали надежду на другую работу. Остался. И тут началась ревность к работе. Почему я задержалась. Почему что-то сделала и так далее. Он стал нервным. Работу, которую он ждет, до сих пор неизвестно. Так как ждут они там технику какую-то. Я старалась поддерживать как могла. Но он будто ищет повод для расставания. Это вот к звоночку, помните? Я сказала, он же готов с вами расстаться. Просто пассия в тот раз не подошла. Хотя он вам клялся и божился, что этого не повторится. Вот дальше это вытекает. Это не то. Это не так. Крики и даже оскорбления. Пыталась донести по-хорошему, по-плохому. Что нельзя себя так вести. Если во мне что-то не так, давай разберемся. Он меня вообще не слышит. А потому что он не хочет разбираться. Ему по кайфу то, что происходит. Вот он и вы тащитесь от самого процесса, от вот этой ситуации. И решать, конечно, никто ничего не хочет. Потому что вы не хотите на самом деле расставаться с вот этими чувствами. Примирение же у вас потом бывает после ссоры. Это типичная невротическая история. Вчера сказала, что устала, и если ему все так плохо, он может уезжать. Время дала подумать. До сегодняшнего дня. Пока приду с работы. Сегодня, как ни в чем не бывало, пишет сообщение, что взять в магазин или сходим вместе в магазин. Как ни в чем не бывало. Кстати, у него тоже бывшая жена есть и ребенок. Говорит, что его много предавали, поэтому он такой. И характер сложный от того, что его отец сидит, а мать и им никогда не занималась. В общем, недостаток любви в семье. Я сказала, что не моя вина. И если я стараюсь его понять и идти навстречу, он тоже должен идти на компромиссы. Единственное, я знаю сама, что когда он хотел оставить меня и уехать, я обидела его тем, что от злости сказала, что он не мужчина, а трус и пытается сбежать. Оставив меня в таком положении, без денег в чужом городе. Ведь это все была его инициатива. Так, остановимся. Инициатива приехать его. Но вы же сами писали до этого раньше. Я сделала выбор, я сама предложила к нему поехать в город, в соседний. Не в мой он приехал, а в соседний. Я сама туда поехала, чтобы быть рядом. Мы вместе без денег там сидели. Я старалась где-то их найти, заработать и так далее. Это был ваш выбор. Не снимайте с себя ответственность. Вы полностью, проблема, вините мужчину в этом. Вы вообще даже не понимаете, что вина не в нем. А вы также с удовольствием лезете в больные отношения, которые приносят боль. Поймите, вы тоже, скажем так, соучастник. И вам тоже по кайфу отчасти. Вот это садомазок, который у вас в отношениях происходит. Если бы я дальше работала до его приезда, а не сидела с родителями из-за его ревности, не было бы сейчас таких у нас проблем. Я не побоялась ничего и даже в мысах не остановила его, не оставила его одного, чтобы не случилось. А он трус и эгоист. Вы в этом, кстати, правы абсолютно. Но поймите, этой трусостью и эгоизмом он провоцирует вас на конфликты, что у вас огонек в отношениях был. У меня отец чуть не умер. Случился инфаркт совсем недавно. Сейчас он лежачий. А я в другом городе. Мне тоже тяжело. Так как папа самый близкий родной человек. Работать нужно и за домом смотреть, и за ним ухаживать, и во всем угождать. И вообще, я не железная. А он эгоист такой, обо мне совсем не думает. И это все ради него. Все, что не по нраву сделаю, начинает грубить. И вообще, он бессовестный. Через каждое слово АМК, как норма, и остальное по настроению. Я тоже не ангел, но только если действительно вывести из себя. И вообще, мужчины таких истерик по поводу и без не должны устраивать. Я тут все делаю, а ты еще и недовольный. На всем готовом сидит. Хоть бы уважение какое-то проявил ко мне. А еще, когда плохо выражается в мою сторону. И вот эти выражения стали уже автоматическими. Он начал бить меня по руке в сушняк. Я не знаю, что это такое, бить по руке в сушняк. Типа, якобы замолчи. Не хочу ответ грубить, и тем более матом ругаться, как он. А он сказал, что будет давать сдачу мне. Я перегнула палку. Признаю, но эгоизм действительно прослеживается. В первую очередь, он думает только о себе. А я так, когда все хорошо, нужна. Когда плохо, от него одни только требования. Я очень сильно запуталась в отношениях. Вроде есть чувство, но столько скопилось обид. Причем его обид я вообще не понимаю. Ну частично, ну ревность. Я живу с тобой. Неужели не видно моего отношения к тебе, моих поступках? Да и со всеми, с кем можно переговорить уже, сам убедился, что я ему не лгу. Обиды какие-то. Он обижается иногда на какие-то мои слова. Но я извиняюсь, иду первая на примирение. Да и повода, по сути, я не даю. Повод всегда за ним, он сам дает. Не всегда получается у меня сдержаться. Раньше молчала месяцами. А сейчас, видимо, у меня все это скопилось, и я выплеснула. И по-плохому я говорила. Я плоха. И по-хорошему пыталась. И так, и эдак. По-хорошему он тоже не понимает. И вообще говорит, почему ты не забеременела до сих пор? Потом как-то в сердцах сказал, что если бы родила, то по-другому стала бы относиться ко мне. Выкинул бы из головы моих ухажеров. Уже начиная загоняться на свой счет. Хотя друзья говорят, что на самом деле давно бы бросила его. И не стали даже напрягаться другие люди на эту тему. И уж точно не старались так угодить, как я. Якобы чересчур я для него стараюсь. Вот и свесил он ножки. Помогите, пожалуйста, понять со стороны психологии и жизни. Иначе советников много. Да глупо их слушать. Все равно это мои знакомые. У них предвзятое к этому отношение. Они на моей стороне. Хочу трезво правду матку. И как мне работать над отношением? Может быть, над собой? В каком направлении? Извините за самбур. Благодарю за внимание. Да с удовольствием я вам отвечу. Потому что я уже комментарии давала. Правду матку – это то, что я люблю. Вы вообще поймите, вы не знаете, что вы хотите от отношений. Вы хотите хороших, идеальных отношений. Без руганий, без ревности, без проблем. С уважением, да? Но с этим человеком так не будет. Вот с ним вот такие отношения, как сейчас есть. Если бы они могли быть хорошими, как вы хотите, они бы такими были. Но вы видите, этот человек вам этого дать не может. Себя под него переделать вы уже не можете. Вы определенную позицию заняли. Вы уже себя переделали. Когда ему многое позволили, он ножки свесил, и все для него делаете. Когда ему разрешили ревновать. И с самого начала этих отношений это было. Другого лучше с ним конкретно не будет. Но будет с другим человеком, с которым вы изначально начнете отношения на другой волне и ноте. Вы не хотите ваша любовь огромная. На самом деле это любовь к страданиям, и к пыткам, и к издевательствам. У вас скоро будет домашнее насилие физическое. Когда у вас уже по руке хлопают, уже на вас матеряются, повышают голос. Если вы мои видео часто смотрите, вы моя регулярная подписчица. Вы же знаете прекрасно, скажем так, что происходит в ваших отношениях. Просто признавать этого не хотите, правильно? Я этих историй уже в миллион приводила примеров у таких обюзных отношений. И дело даже, скорее всего, не в эгоизме, возможно, а в нарциссизме этого человека. Выглядит это таким эгоцентризмом, эгоизмом определенным. Только о себе думает и так далее. Но вы же себя в такую позицию поставили. Вы эти отношения создали своими руками, вместе с ним. Чтобы что-то понять, принять и изменить в своей жизни, вы поймите для себя, что я хочу. Вы пишите критерии счастливых отношений для меня. Когда мужчина меня не бьет, не унижает, не оскорбляет, он щедрый. Для меня что-то делает и так далее. По пунктам. Конкретный список пунктов создайте для себя, чтобы понимать, какие мне отношения нужны. Потом смотрите, этот мужчина подходит под этот список пунктов или нет? Я уже вижу, что нет, не подходит. И вы в это один напрашиваете с ним расставаться. Другого он вам ничего не даст. Он меняться не будет и не хочет. И вы тоже не хотите. Второе. Вы должны принять 50% ответственности в ваших отношениях. Все, что получилось сейчас, это также сделали вы. Своей слабенулой, подстраиванием. Это ваши ошибки. Я вам останавливаю в начале письма на этих моментах. Вы не хотите многое видеть. Почему вы так спелись? У вас такая огромная страсть, любовь и многое вы не хотите видеть. Закрывали глаза. Потому что вы два невротика, которые играют в свою игру. Каждый от этого испытывает. Это надо разбирать индивидуально. Свои плюсы. Свои какие-то приятные моменты. Вам это зачем-то нужно? Ну, как правило, вы закрываете то, чего вам не хватало. Кому-то нравится примирение после ругани. Кому-то повышение своей самооценки. Кто-то просто любит быть жертвы, чтобы его опускали, макали головой во что-то, да. У каждого надо смотреть, разбираться. Что-то по-своему есть. Но вы вместе и не можете расстаться. Для возрастования выглядит трагедией. Потому что на самом деле вы, как наркоман, боитесь потерять вот эту зависимость. Эмоции, что другой нормальный мужик, который, как бы, по сути, вам нужен, да, без вот этих загонов, оскорблений и так далее, неуважения, он вам просто будет неинтересен. Он просто не захочется. Он будет скучной амёбой. Вам нужен вот такой перчик и огонёк в отношениях. И вы выбор свой сделали. Но вы должны отчёт себе давать, что это мой выбор. Я несу за него ответственность. Я этого мужчину таким сделала. Если он мне не нравится, я должна от него отказаться и начать новые отношения. Здесь лекарство очень простое. Его изменить я уже не смогу. И людей вообще не меняют. Вы его вот таким и нашли. И вас с отношением, напомню, всего лишь 4,5-5 месяцев. А вы уже столько всего прожили, а вас уже сейчас вытирают ноги, готовы поднимать руку, и вас матерят. 5 месяцев. Вы представьте, если вы думаете о будущем с этим мужчиной, а плюс 5, 10, 20 лет, 15, что будет? Вы будете вся синяя ходить, потому что вас будут избивать? Вы вообще должны понять для себя, насколько вам приемлемо терпеть унижение, оскорбление, чтобы вас били. Скорее всего, в вашей семье это норма. Или в какой-то норме для вас было вот это унижение и что-то терпеть в вашем воспитании. Поэтому вы сейчас еще трагедию тут не видите и от него не убегаете. Если бы вы были невротиком, вот это вы к этому не стремились, не закрывали вот это с детства потребность в таком насилии. Когда я это читала изначально, когда он пытался найти другую девочку, и об этом сказал, типа, она мне просто не понравилась, я хотела с тобой расстаться, вот в этот момент уже надо было бежать. По мужу открытым текстом сказали, я тебя не люблю, ты мне не нужна, я ищу тебе замену. Но просто в этот раз не вышла, замена не подошла. Мне просто больше нечего добавить. Что вы скажете, девочки, свои комментарии, правду матку я сказала, у этих отношений, будущее вот такое, как они сейчас идут, и перспективы домашнего насилия. Вот и все. И невротики очень тяжело выходят из отношений, расстаются, потому что они готовы, не хотят расставаться со своим неврозом. И у меня как-то были, у меня была такая клиентка, которая все это разложила, рассказала, она изначально была с запросом, что она хочет, у нее не было запроса изменить отношения, расстаться, или как мне переделать своего мужика, чтобы он нормально был, как раньше. Я ей рассказываю, как раньше не будет. Вот тут он вот такой. Ты либо принимаешь, либо нет. И это два прям таких закоренелых невротика к концу консультации. Она у меня брала три часа консультации. Мы три часа об этом разговаривали. Она все поняла, я ей все разложила. Мы выкопали там все ее прошлое детство. Я ей показала там связи и все, как, почему, что. Она поняла, и она трезво приняла решение продолжать эти отношения, потому что от вот этой невротической нотки, от накала страстей она не готова отказываться, не хочет. Она говорит, да я больше ни с кем спать не смогу лечь, потому что мне неинтересны другие мужчины, мне вот он нужен. да я его принимаю вот с вот этим вот всем. Она говорит, пожалуйста, научи меня или дай какие-то фразы, как я еще могу его тревожить, интерес вот этот проявлять, как еще его подстегивать можно и так далее, потому что у них уже настолько, уже несколько лет эти отношения, четыре или пять лет, что она вообще вот уже друг друга измотали так, выжатые, как лимоны, что они уже оба не реагируют, устали уже. силы закончились. Вот такие истории бывают, так что пишите ваши комментарии, может вы были в таких отношениях или может быть вы из них вышли, рассказывайте, это очень будет полезно, человеку почитать, узнать. Я под видео оставляю свою почту для ваших писем, для разбора анонимного на канале, либо записывайтесь на психологические консультации ко мне индивидуальные по скайпу. Ставьте лайк, если видео было полезным. Скоро увидимся, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok